Сегодня у нас такой недельный раздел Торы, праздничный, в котором Бог дает Моше скрижали на горе Синай. И вот тема этого комментария. И хотелось бы тоже напомнить, что такое Песох. У нас праздник. Что это за праздник? Это праздник исхода из Египта евреев. И в этом году, с 5 по 13 апреля он отмечается. Это рождение, можно сказать, еврейского народа, когда евреи вышли из Египта. И также это освобождение от рабства. Еврейский народ празднует освобождение от рабства, от физического и от духовного также. Сам праздник продолжается одну неделю. И мы начинаем готовиться задолго до его начинания. И в сегодняшнем разделе, как я сказал, объясняется второе дарование Торы на горе Синай. Моше от Бога. И мы так понимаем, что выход из Египта — это очень важный праздник. И это является одним из самых главных праздников в еврейской культуре. И вообще для всего человечества. Это принципиально важное событие. И этот праздник является такой, как отправной точкой, когда родился народ, когда началось изменяться сознание народа. И когда Бог дал Тору, и евреи начали распространять Тору, Библию, закон по всему миру. С этого момента начинается распространение Божьего Слова в истории и по нашей планете. Итак, народ Моше получил Тору. И если бы не было исхода из Египта, то не было бы у нас тогда и Танаха. А если бы не было Танаха, не было бы Библии и не было бы Ишуа Мессии. Можно провести такую параллель, что вот почему очень важен исход из Египта. Потому что в итоге мы получаем спасителя Ишуа, Мессию. Почему это важно? Потому что Бог говорит Аврааму, когда после того, как Моисей выходит из... Бог говорит Аврааму. В Бытие 22 стих, 22 глава, 18 стих. Что благословятся все мне Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушаешься глазом Моего. И через Твое семя получат благословение все народы на земле, потому что Ты послушался Меня. Имеется в виду, что Бог уже тогда даёт обетование, что в еврейском народе благословятся все народы земли через Мессию Ишуа. Вот именно слово «в семени в Твоем», когда Бог говорит Аврааму, что «в Твоем семени благословятся все народы», и это имеет... там можно как бы перевод такой иметь, что «в потомках Твоих», а есть также слово, как переводится «семя Твое». И это трактуется так же, как Ишуа, Мессия. Вот. Что дальше? Благодаря тому, что Бог выводит евреев из Египта, у нас есть Ишуа, как мы поняли. И теперь мы через... благодаря Ишуа мы имеем освобождение от духовного рабства. То есть проводим такую как бы линию, да, сюжетную. В еврейской культуре есть такое понятие «геула». «Геула» — это освобождение или избавление, искупление от чего-то. Получается, что еврейский народ, он ждал освобождения и ждёт освобождения от физического и духовного рабства. И мы получаем это освобождение в Ешуа. «Геула» также подразумевает под собой избавление от невзгод, смерти, от власти греха. То есть имеется в виду такое как бы освобождение от физического и от духовного рабства. Ишуа, Мошех или Иисус Христос — это есть тот избавитель, который освобождает нас, он искупляет нас от духовного рабства, в котором находятся люди и до сегодняшнего дня. Но по отдельности каждый человек может быть освобождён из рабства, если мы верим в Ешуа. Каким образом это может произойти? С приходом Мошеха каждый из нас может получить скрижаль. Если вернуться к тому, что я говорил, что сегодня у нас такая глава, когда Бог даёт скрижали Богу на горе Синай. И благодаря Ешуа, благодаря Мессии, который вышел из еврейского народа, и благодаря тому, что еврейский народ вышел из рабства, то, что мы сегодня празднуем, мы сегодня можем иметь скрижали, или закон мы можем иметь на своём сердце. То есть тогда Бог дал Моше, закон на горе, он был на таких камнях. Сам Бог написал эти законы, 10 заповедей, если вы помните их. Так вот, сегодня мы можем иметь эти заповеди у себя на сердце, благодаря Ешуа и Иисусу Христу. Каким образом мы можем получить заповеди на своё сердце, то есть внутрь себя? Нам больше не нужно носить эти камни с собой и прятать их в святая и святых, а благодаря избавлению и искуплению Геулия мы можем иметь Святой Дух внутри себя. Сегодня выход из Египта, Египет — это Мицраим, на иврите это слово Мицраим. Мицраим переводится как «теснение» или «ограничение». Сегодня выход из Мицраима — это выход из старой жизни своей, от старых привычек, от зависимости, от депрессии. Для нас это символизирует пустыню сейчас и рабство, в котором находился еврейский народ. Выход из Мицраима — это также выход за пределы плотских взглядов каких-то своих и своих стереотипов. Так же, как и тогда, это происходит благодаря крови жертвы. Мы можем выходить сейчас из своей духовной пустыни благодаря жертве Ишуа, Иисуса Христа. Если мы вкладываем в это веру и мажем такой параллель, тогда и израильский народ помазал косяки своих дверей кровью Агнца, а сегодня мы можем по вере иметь кровь Ишуа, Иисуса Христа, на своих сердцах. Это всё происходит в духовном мире, и поэтому мы можем спасаться от этого губительного духа, который проходит и может нас погубить в жизни, если мы верим в кровь Ишуа и то, что Он — наш Спаситель. И получается, что, выходя из Мицраима, если мы верим, если мы спасаемся, то мы имеем вот этот вот духовный закон, духовный завет на своих сердцах потом. Этот духовный закон пишется на наших сердцах благодаря Святому Духу. И наш выход из рабства происходит благодаря крови Ишуа, Мессии. Ишуа стал нашим пасхальным Агнцем, совершенной жертвой раз и навсегда. И в Иоанна, 1 главе, 29 стихе написано, «Вот Агнец Божий, который берёт на себя грехи мои». То есть это говорит Господь. Что? Грех мира. Извините. «Вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира». Иоанна 1, 26. 29. Надо мне очки уже обыкнуть. Это просто очень мелкий текст. «Кровь Ишуа не только искупает наши грехи, но и изменяет наши сердца, освобождает нас от рабства греха. И прощение грехов и искупление крови Ишуа, они доступны каждому человеку. То есть сегодня каждый человек на земле может освободиться от духовного плена, от духовного рабства и быть свободным и идти как бы в небесный Иерусалим. Если человек не выходит из рабства греха, то у него нет будущего. Он остаётся как бы в этой старой среде, остаётся в этой закваске старой, которая символизирует грех. И он ассимилируется с этим миром и растворается в нём. И благодаря тому, что еврейский народ вышел из Египта, благодаря тому, что появился Ишуа из еврейского народа, мы можем теперь иметь Тору на заповеди, записанной на наших сердцах. И интересно то, что в первый и во второй раз, когда Моисей поднимался на гору, то там, получается, перед тем, как он поднялся на гору, они приносили жертву. И после этого проходило около 50 дней, когда он получал Тору на горе Синай. И также в случае с Ишуа, когда он умер, потом он воскрес, и потом он сказал, что через 50 дней вы получите Святой Дух, он сойдёт на вас, на праздник Шавуот. И вот вся эта процедура получения Торы, она всегда похожа. Через… приносится жертва, и через 50 дней человек получает потом… ну как бы было получение Торы, а сейчас получение Святого Духа было, вот после того, как Ишуа умер. И в этом исполнилось пророчество с Еремея, 31 глава, в 33 стихе. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой в внутренний стих, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов, уже их не вспомину более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днём, уставы луне и звёздам для освещения ночью, которые возмущают море, так что волны его ревут. Господь совов имя ему. «Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда». То есть Бог говорит, что если уставы, как бы если вот есть солнце, да, есть луна, если они перестанут работать, то тогда и перестанет быть Израиль моим народом. Но как мы видим, солнце и луна до сих пор как бы на своих местах, и значит Израиль народ Божий. «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилева за всё то, что они делали, говорит Господь». Но этого не произошло. Так является ли Песах только еврейским праздником? Мы можем спросить теперь себя и всех нас. Конечно же, нет. Это знаменательное событие для каждого человека, кто отмечает его осознанно. Благодаря, вот как бы подытожу уже, выходу из Египта, появился Мессия. И теперь Он освобождает нас от Ангела-губителя, который проходит мимо нас. И у нас есть надежда на небеса обетованные. А также Тора теперь может быть написана на наших сердцах, как в пророчестве, как это было от Бога сказано. Благословенные вам недели. Шаббат шалом. Хак песок самех.